Всем привет! С вами Шелестова Светлана, Новокузнецкий центр природного земледелия «Сияние». И мы сегодня с вами в гостях в осенниках Василифонтовой Екатерины Ивановны. И Екатерина Ивановна с вами поделится своим опытом оформления своего садового участка. Екатерина Ивановна, расскажите, пожалуйста, сколько лет вашему участку? Как вы пришли именно к такому оформлению своего участка? Участок у меня был сначала 5 соточек, картошку садили, потом я решила посадить цветочки для себя любимой. Потом подкупили еще, и получилось у меня в общей сумме 19 соток. И все как бы для себя любимой, ни одной же картошкой жив человек будет. Я стала цветочки садить, стала всякие фигурки делать. Ну, потому что выходишь, и когда красиво, и сердце, и душа радуются. Сколько лет вашему участку? Так, участку моему, ну, лет 15. Сколько потребовалось времени, чтобы оформить так красиво участок? Ну, лет 5. Как вы приняли решение, чтобы прекратить количество огорода и превратить это в растение? Что с вами было? Ну, просто захотелось красоты. В городе темно. Ну, как сказать, все кругом серо. А на даче должно быть красиво. Для себя любимые цветы, чтобы росли кругом, чтобы была красота, вышел, чтобы душа и сердце радовались. Скажите немножко о истории вашего участка. Вы сейчас стали привлекать к себе очень большое количество внимания разных людей. Можете немножко рассказать, кто к вам приезжает, какие у вас достижения? Ну, да. За прошлый год приезжали из Новокузнецка телевидение, все засняли. Диплом дали. Дали 75 тысяч. Прошлый год. За что? А, что выросло самое большое? Ну, помидоры один вырос 2 килограмма на одной веточке и на этой же веточке полтора килограмма. Потом подсолнух большой в диаметре метр. Вот. И арбузы большие были. Вот за это дали 75 тысяч там. А прошлый год был год экологии. Вот за этих, за всех вот чучел или как они им сказать. Вот. За это дали прошлый год 74 тысячи. Три раза уже привозили с Новокузнецка иностранцев. Американца, итальянца и японца. Им очень все понравилось. Они сказали, что такой красоты они больше нигде не видели. И сказали, что может быть еще приедут, если у них получится. А что им не нравится? Им понравилось все. Много цветов. Всяких вот, как они, зверей вот этих сделанных. Вот. Они спрашивали, сколько, сколько у меня этих, работает работников. Я сказала, нисколько, они не поверили. Я говорю, муж и я, он говорит, неправда, нереально. Ну, я говорю, ну, я в 7 часов захожу в огород и в 10 выхожу. Ну, они, как бы, они так не работают, они это не понимают. Вот, например, американец сказал. Он сказал, если бы вы в Нью-Йорке жили, вы бы там были такая богатая женщина. Я говорю, почему? Он говорит, ну, вот столько фантазии, это же надо было вот это все напридумывать. У нас там такого нету. У нас там, он говорит, вот это с руками и ногами все отрывает, что это вот все, красота такая. Им нравится очень, что у нас большие площади, что мы можем творить, что хотим. У них такого нету. Дорогие, дорогие садоводы, вот радуйтесь, что у нас есть эти земли. Вы берегите все и работайте для своего удовольствия, для удовольствия других людей, что они смотрят, у вас все красота. И им нравится, и они тоже улыбаются, и они счастливые. У пенсионеров много времени. Можно это время тратить на себя любимых, что-то творить, что-то садить и получать от этого большое удовольствие. И можно заниматься любимым делом. Я еще почему начала заниматься этим. У меня болит спина, у меня вибрационная болезнь. И мне доктор сказал, надо больше заниматься, двигаться. И дача есть? Я говорю, есть. Вот, занимайтесь, никогда не бросайте. И вот я начала. И вот я все лето работаю на даче, и как бы по-честному сказать, у меня ничего не болит. Я хожу босиком, с утра до вечера. И вообще все классно, и все хорошо. Я вот в городе живу, у меня в городе постоянно давление поднимается. Здесь, пока я живу, у меня ни разу давление не поднялось. И я себя чувствую очень-очень хорошо. Мне даже в город не хочется ехать. Елена Ивановна, у вас на вашем участке много интересных фигур. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли, и что вас вдохновило на этом? Фигурки я стала делать уже 4 года тому назад. Первой фигуркой у меня получился пряник. Дети прибегали и говорят, ой, баба Катя, у тебя пряник живет. На второй год я еще сделала фигурки. На третий год еще. Теперь вот какие фигурки понаделала. Потому что зимой время много, а делать нечего. Зимой нечего сидеть, и надо фигурками заниматься. Из чего вы обычно их делаете? Фигурки делаю с поролона. Вот. Потом, ну короче, с поролона делаю, потом одеваю их, и вот они получаются всякие разные. Вот этот чудесный олень, из чего он состоит? Вот этот чудесный олень состоит с 5-литровой бутылки, голова. Вот голова с 5-литровой бутылочки, ушки с проволоки, туловище, две 20-литровые канистры. А это обыкновенные трубочки. Продаются в магазине для горячей воды. 5 лет я занимаюсь, 5-й год фигурками. И люди узнали, все несут. Тряпки мне, юбки несут, кофточки несут. Ну и что делать? Пришлось вот такую принцессу сделать красивую. А вот такие, что про них можете рассказать? Вот про этих соседей-то? Ну, вот. А это кому по себе или это компания? Это вот компания, вот. Папа, мама и ребеночек. А это вот, вот эта принцесса, принцесса, это американцы, так сказать. Вот эта принцесса, а это его подданный, ее подданный. Что он кому-то там голову рубил, я даже не знаю. Сказал он, что это какая-то сказка есть. Ну, я просто так придумала, что там, что получилось, то и получилось. Сюжет с бабой и гой. Просто захотелось мне сделать ворону. Когда я ворону сделала вот эту, думаю, к вороне надо бабу и гу сделать. Баба-яга получилась у нас очень добрая, красивая. Вот. И, а потом решила, думаю, я им вот работников еще маленьких, вот этих ос, вот, сделала, чтобы бабушка ими командует, они работают на нее. А там еще внучку маленькую поставили рядом, чтобы бабушке скучно не было. Вот так и получилось у нас компания такая веселая. Вот это вот, детки как-то раз пришли, говорят, баба-катя, а чего-то у тебя мышек нету. Ну, пришлось вот эту мышку большую сделать, жирненькую. Вот, мышку сделали. Ну, что-то тут для компаньона, с другой стороны, сделали, это, песниры, на гитаре играет, песни нам по ночам поет. Днем молчит, а ночью поет. Так что у нас все классно, все здорово. Решила вот таких сделать, а чурочек нету. Взяла тачку и поехала по деревне искать чурочки. Говорю, я вам дам дровишки колонные, а вы мне чурочки. Вот так вот и получились, вот это два, две тут это таких, муж с женой. Волк с зайцем. Ну, зайца, зайца, видишь, как вороны пощипали. Ворона помогает, да? Да. Ну, погоди. А это, ну, погоди. Вообще-то я делала это козла. А получился волк. Нос, вот по-другому сделали, получился волк. Вот и у нас получилось, ну, погоди. А это сено мы берем, в тепличку закапываем осенью. Ну, и думаю, что оно будет стоять, сено там, как попало стоит, весь вид портит. Ну, взяли, вот аистов сделали. Чтобы было как бы... Аисты. Аисты с подложки сделанные. Пятилитровая бутылка и здесь трубки. Все, больше ничего нет. Кирина Ивановна, как у вас рождаются ваши цветники, идеи по цветникам? Давно цветами занимаетесь? Ну, да. Давно цветами занимаюсь, потому что я их очень-очень люблю. Люблю цветы, люблю землю. А земля не должна быть свободной. Вот и я поэтому все засаживаю цветами, чтобы было красиво. А цветники вы сами придумываете или вы где-то берете идеи из других журналов? Нет, цветники придумываю сама. Просто раз посадила вот так вот, один цвет кругом, посмотрела, красиво. Я так каждый год теперь сажу, что аллейка тут получается прям красивая. Мне нравится и все, и нравится всем. А внизу вот красивые розовые цветочки? А внизу розовые цветочки. Вот я обрезаю, которые отцвели, и складываю их. И все, и получается очень красиво. И сама хожу радуюсь, и людям нравится, и радуются тоже. А мне нравится, когда людям добро несешь, и они не радуются. Так что надо нести добро. Получается, что вы здесь методом экспериментов, да, разные цветы садите и уже подбираете кто кому. То есть часто приходите пересаживать цветы? Вот я цветы посадила, гляжу, он тут чахнет, ему плохо. Я его пересадила в другое место. Гляжу, он там растет, ну и пусть растет. Сам себе, ну, рядышком нравится, и все. Ну, не очень часто, редко так получается. Как-то они приживаются друг с другом все. Террина Ивановна, расскажите, пожалуйста, почему вы пришли именно к такому природному дизайну? У некоторых садоводов все по линейке, прямо, какие-то формы. У вас в основном получаются бесформенные цветники, но очень красиво смотрятся. Потому что я не люблю вот все по линейкам. Оно как-то, ну, как-то неживое. А вот когда идешь, вот цветы, кустарник, а там грядки не видать. За цветами грядки не видно. Это вообще классно и здорово. У вас огород получается сплошной цветник, а вообще растения-то культурно-седобные выращиваете? Да, конечно. Все выращиваем, просто из-за цветами не видать, грядки эти. То есть у вас получаются овощные культуры вместе с декоративными посажками, да? Да, да. Делаю севооборот каждый год. Сажу вперемешку цветы, грядки, цветы, грядки, цветы, грядки. Чтобы, вот, например, свеклы, чтобы не было видно. В огород заходишь, и кажется, что одни цветы, а ничего нету. А тут у меня и морковка, и свеколка, и все-все растет. Только из-за цветов не видать. У вас есть проблемы с вредителями? Нету. А почему? А я сиянием пользуюсь. А что еще вам помогает? Ну, все воборот, сияние, а что? Запахи, да? Да, и запахи. Да, да, запахи цветов. Все это отбивает, и как бы у меня нету ничего такого плохого. То есть вы никакими препаратами защитили не пользуетесь? Нет, препаратами я никакими не пользуюсь. То есть все через смешанную посадку? Да, да. Решила людей побаловать, сделала дядя Степа милиционера. И собаку-муху, как по телевизору показывает. И вот они у меня тут это, работают. Никого в огород не пускают на дачу, короче. Все люди едут, ему улыбаются, он всем честь отдает. Он у нас очень добрый. Таких даже и, может быть, даже и нету нигде. У нас есть. Так что приходите с дядей Степой, я вас познакомлю. Всех. Субтитры создавал DimaTorzok